Алсун была откровенной интервью. Популярная певица поведала, как ей удается сохранять семью, и высказалась о разводе. Уже 12, Алсун счастлива замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. По признанию артистки, совместная жизнь – это непросто. Бывает, что съедает романтику. Кино часто показывает, как у супругов и через несколько лет чувства пылают, словно в первый день. «Я не верю таким историям», – заявила она. Звезда объяснила. В жизни к тебе просто приходит осознание, что это твой родной человек, твой друг, твоя любовь, и ты уже не представляешь без него свою жизнь. Несмотря ни на какие ссоры и разногласия, ты проходишь этот, безусловно, нелегкой путь, потому что другой жизни ты себя уже не видишь, ведь это твоя семья. Артистка убуждена, что хорошо помогают сохранение чувств совместные поездки, без детей, отношения взгляды, акцент друг на друге. В такие моменты ловишь себя на мысли, прямо как раньше. Вы погружаетесь в воспоминания, отдаетесь чувствам, которые были между вами в самом начале отношений, и которые забываются в ежедневном быту. Это очень важко, – высказала уверенность певица. А еще именно дети помогают сохранить брак. Впрочем, жить вместе только ради детей, по мнению Алсу, не следует. Конечно, это неправильно, жить с человеком только ради детей, потому что они вырастут и уйдут, а ты останешься ни с чем. Нужно понять, насколько ретична для вас служившая ситуация. «Если вы любите человека, то попытайтесь найти решение», – поделилась мнением Алсу. Певица уверена, что ради семьи можно принести жертвы. Однако, если другого варианта, кроме развода, нет, то, по мнению артистки, следует расстаться. Действуйте и попробуйте заново построить свою жизнь, но уже с кем-то другим. «Хотя, честно признаюсь, я не согласна с тем, как легко сегодня люди разводятся», – заявила певица. По мнению Алсу, выходить замуж следует обдуманно и осознанно. Не стоит ставить штамп в паспорте в прыве страсти. Подумайте, какая жизнь вас ждет рядом с этим человеком и его характером? Достаточно ли только этой сумасшедшей любви? Конечно, никто об этом не думает. К сожалению, потом мы видим сегодня столько расставаний. Кроме того, в современном мире женщины стали более самостоятельными и уже не так зависят от мужчины, как раньше. Поэтому свободно разрывают отношения. Правильно это или нет, рассуждать не берут, – катирует Алсу, woman.ru. Певица дала откровенное интервью, в котором рассказала, как ей удается сохранять семью, и высказалась о разводе. Алсу счастлива в браке с бизнесменом Яном Брауном уже 12 лет. Пкино часто показывают, как у супругов и через несколько лет просто пылают, словно в первый день. «Я не верю таким историям», – сказала артистка. Алсу признала, что вернуть в атмосферу романтику ей и мужу помогает совместная поездка, без детей. В это время они вопияются друг к другу и ловят себя на мысли, прямо как раньше. Алсу сказала, что в такие моменты они погружаются в воспоминания, возвращаются к тем пылающим чувствам, которые забываются в ежедневному быту. Алсу уверена, что брак помогает сохранить дети. Но не стоит жить с человеком только ради них, ведь они рано или поздно разъедутся. Певица отметила, что если между супругами любовь все еще жива, нужно искать какие-то варианты для помирения. Если помириться не получается, то лучше развестись, уверена Алсу. Певица подчеркнула, что когда люди собираются пожениться, нужно все обдумать. Нельзя действовать в этом случае, доверивши лишь любовному праву. Певица Алсу и ее муж Анну Брамов 10 августа в третий раз стали родителями. Ребенок появился на свет в израильской клинии Ихилла. Наследника назвали Рафаэлем. У пары есть двое дочерей. Девятилетняя Софина, двадцатилетний Матрила. Звездный номер Орл Клара Кузенбаева изучила даты рождения Алсу и Яна и сделала вновь на будущее пары. Рызенный код Алсу 369325 означает, что она носитель знака прогресса и обладает даром предсказания. Уверена Клара. Она скептик, не верит никаким прогнозам, но при этом сама, как экстрасенс, может видеть будущее. Ей присуща жертвенность в отношениях, что очень на руку ее мужу, но мешает ей самой. Привыкшая во всем угождать супругу и детям, певица часто забывает о себе и из-за этого страдает перепадами настроения. По словам нумеролога, быту с артисткой очень непросто. Звездно утверждает, что Алсу весьма ремниво и это не может не отражаться на семейном благополучии. Ей даже не надо давать мужу повода, чтобы устроить мужу разборки, продолжает Клара. Ей повезло, что Ян очень терпливый человек. Его практически невозможно вывести и в себя. У Алсу после ее 35-го дня рождения начался период спада, характеризирующий недостатком сил и энергии. Эти материнство дастся ей нелегко, и звезде придется обращаться к помощи гувернанток. Изучив дату рождения маленького наследника, Алсу и Яна Абрамова, специалист пришла к выводу, что малыш будет загадить в творчество. Клара Кузенбаева подчеркивает, что при этом мальчик будет обладать сильным характером. Правда, родителям все же придется его корректировать. Жизненный код Рафаэля 189167 говорит о том, что ребенок родился в день бархатного голоса. Поэтому вполне возможно, что он продолжит дело матери и станет певцом, рассказывает Кузенбаева. У мальчика волевой характер. Когда он тут растет, Алсу требуется немало терпения, чтобы усмирить нрав сына. С тех самых пор, как Рафаэль научится говорить, он будет давать отпор всем, кто попробует его критиковать. Мальчик будет очень болезненно воспринимать любые попытки пречить ему. Также родителям предстоит научить мальчика гибкости, такта и терпения. Иначе ему горячий нрав заслужит ему пожизненно добрую службу. Как утверждают номеролог, Алсу и Яну нужно будет внимательно следить за окружением подрастающего от риска. Слишком доверчивый и неразбирающийся в людях, он может попасть в дурную компанию. При этом Рафаэль большой труженик, он непременно станет богатым. Связи и наследство именитых родителей будут ему на руку, но он и без них давился бы немалого, заверила Клара. Он везучий и артистичный человек. Вокруг него всегда будет много заинтересованных в общении с ним девушек. Я советую Алсу заниматься с Рафаэлем шахматами. Аналитичный склад ребенка позволит ему добиться в этом виде спорта отличных результатов. Алсу провела детство в Ибири. Почти все детство маленькой Алсу с Афиной прошло в сибирском городке, в Галиме. Ее родители на тот момент молодые специалисты Ралев и Разия уехали из татарского города Бульгума вместе с детьми на крайний север, отваиваясь в месторождении нефти. Помимо тяжелого климата, лето в Ханты-Майкском обтомном округе делится меньше месяцев. Рин.семедней.ру, который сказывался на здоровье, Афины поначалу испытывали финансовые затруднения. До рождения дочери они ютили с маленьким сыном в строительном вагонике. После этого получили трокомнатную квартиру. Ту зиму, когда они переехали за новое место жительства, певица не забудет никогда. И вот первая зима на новом месте. Температура на улице минус 45. Дома плюс, но, видимо, совсем небольшой, потому что спим в шубах, шапках, шерстяных носках и гаммажах. Тяна с дверью на балкон покрылась изнутри слоем ини. Нам помогли не ватна, которой заткнули щели, и несколько слоев клеенки. Меня и Марата это несколько не расстраивает. Скорее наоборот, можно не выходя из дома играть в снежки, рассказала Алсу в интервью журнала «Праван истории». Мудущая певица ходила в музыкальную школу, расположенную на краю леса. Одним из самых ярких воспоминаний места для Алсу остается появление в родительском доме пианино. Зная о желании девочки освоить игру на этой инструменте, отец поставил ей условие. «Вступишь в музыкальную школу, купим». Пуля стремленной девочки не заставила труда его выполнить. Но сразу же после этого перед юной Алсу возникло новое испытание. Музыкальное учреждение, куда и предстояло ходить несколько дней недели, находилось на краю леса. Это несколько, почти несколько километров. Летом дорога до него составляла около 20 минут, а зимой все 40. Музыкальное учреждение. Музыкальное учреждение. Музыкальное учреждение. Музыкальное учреждение. Продолжение следует...